И снова всем привет, с вами Олег Гудвин и мы проходим мануальную терапию. Вот для начала я вам писал, что мы без разбора полетов, где что, после массажа, не проверяем как бы, да, как бы стандартный такой сеанс для всех, скажем, для здоровых людей. Когда разогрели, вот все, что мы проходили вчера, вот эти правки, да, они делаются на самом деле, ну, минуты 4. Сейчас замерим, сейчас 46 минут. Значит, после разогрева, что нам надо? Подиагонали вот сюда, в верхний гребень, в воздушную костью упираемся и в ось лопатку, в самую выпирающую часть тела. Расшатали, толкнули, прошли по ребрам, поменяли руки в другую сторону. Вот это все, совершили толчки. Ну, если мужчина грустный, да, то можно там несколько раз, предупредить, что на третий раз выдыхаем. И толкнули, да. Потом развели, за растист отростки, лопатки в сторону. Уже руки накрест. Толкнули раз, два, три. Ну, по данной длине, получается, у меня три нажатия. Плавочие ребра не нажимаем, бережем почки. Теперь по ассистым отросткам. Вот, в принципе, прям ассисты отростки здесь и здесь. Создали напряжение, раз, продавили. Создали напряжение, раз. Тут уже можно дойти до поясницы. Меняем руки. Это было у нас против часовой стрелки. Теперь по часовой стрелке. Раз, два, три, четыре. Так, для поясницы, руки скрещиваем, раскачали таз, толкнули в обратную сторону, толкнули. Теперь вот эти фаседческие суставы, которые здесь в, естественно, прогибе в ордозе, их нам надо вытащить вот сюда. Ну, для этого мы сначала еще суставы КПС и ППС пробьем, простучим. То есть вот они, вот этот сустав, ППС, КПС, ну и крестцов, крестец целиком отсоединим от, ударной техникой, от L5. То есть, соответственно, вот эти места через руку свою пробиваем. Вот этот сустав тоже пробиваем через большой палец. Ну, можно локтем сюда тоже, я вам говорил, как расписывается. Можно инерционный мячик использовать. Ну, в общем, разные способы, либо молотком через тряпочку, да. По тазу теперь можно постучать, по крестцу. Все, что от этого базиса нашего, L5-1, все кости, которые растут вверх, толкаем вверх, которые растут вниз, толкаем вниз. Соответственно, декомпрессируем в таз и в реберно-поперечную дугу вот этого. В эту сторону. Тут тоже на расширение. Вот такой удар идет от центра в сторону. Все пробили, проколотили. Это все мы подготавливаем пока еще для декомпрессии вот этого вот. Теперь берем за кожу L5-1 вверх. По крестцу идем ниже, 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 ниже. Закопчик тоже потянули. Сустав, ППС. Нащупали ямочку. От ямочки отступаем сантиметры сюда. Натянули. Дернули вверх. С этой стороны тоже вверх. Пошли по всем фасеточным суставам. Продергали. Ну, примерно, видите, вот они находятся поперечной отростки. Видите, через два пальца друг от друга. И два пальца от оси позвоночника. Два пальца с той же стороны. Вот тут мы, соответственно, и выдергиваем их. Доходим до туда, докуда идет. Ну, как правило, где-то вот до шестого позвонка примерно. Эквадр тела человека. Редко у кого хрустит дальше. Ну, и жировая оболочка человека тоже не позволяет там прищепить кожу. Соответственно, есть еще такой тест Копера. Когда мы валик-то гоним кожаный, да, если он гонится легко, то значит и блоков внутри нету. Если где-то он зажат, прям даже схватить нельзя, да, то, соответственно, внутри какая-то есть зажатость. Зажатость, компрессированные позвонки, какие-то спазмы там есть. Так, ну и теперь вот мы одним из какими-нибудь способов, которые вы помните, протянули вверх. Вот так, вот так, вот так. Осталась голова. Аккуратно заводит из-за черепа, ворачиваем ее. И, соответственно, вот первый прием. Толчок, это боковые отростки L5, ой, C1, C0, C2. Вот там и разведется. Потом скручивание и положили на висок, делаем толчок. Я мне в ту сторону показал, извините. Вот так только держим за толчочную кость. И вот с этой стороны раз, столкнули, скрутили, и ротация. Ну да, она просто не гнется. Переложили в другую сторону. За толчок костю, видите, держим. Лопатку твердость, натянули, все. После этого толчок на вытяжение, да? Потом скрутка тоже под 60 градусов, вот туда на вытяжение. И относительно затылочной кости атлант поворачивается вот так. Это получается, мы немножко повернули руку на висок, и относительно атлант оттолкнули. По касательной вот туда. Да, по касательной вот туда. Ну и если там что-то не щелкнули, еще мощнее можно сделать. Это контрольный выстал головы, я называю. Затылок взяли и прошлись по всем ребрам. С вращением туда и в обратную сторону тоже. То есть без разбора полетов мы все это делаем для всех. Ну вот, я с разговорами потратил, получается, 6 минут было, сейчас 52 минуты. 52 минус 46. 6 минут. 6 минут, да. Вот, но это с разговорами, еще с объяснениями. А так же это быстрее может произойти. И, ну, можно добавить, например, там, за ногу. Сейчас взять и так же ее по леграммам пройтись. В общем, мы не смотрим пока. Почему общие такие практики называются? Потому что мы не разбираем, где скоррелся у человека, где какой позвонок в сторону ушел. Как правило, это для всех процедура. И будьте уверены, что организм не даст вам свернуть позвонок или вставить косточку куда-то не туда. Он просто это не даст. Он вкуснит именно в том месте, где какой-то у него есть недочет свой собственный. То есть подправить можно, навредить нельзя. Тем более, заметьте, все движения у нас с декомпрессией идут. То есть на вытяжение. Все движения на вытяжение. Так что приходите к нам. Здесь мы все отрабатываем на живой натуре, на практике. Сейчас будем тренироваться друг на дружке. Ну, а если вы настолько смотрите, то зря же делаете. Многое теряете. С вами был Олег Будда. Не стеснялась снимать. Стеснялась. Стеснялась.